Приветствую вас, Мария. Давайте разберем ваш вопрос. Я навязываю своему партнеру и я не знаю, что с этим делать. Ну, во-первых, хочется сказать, что вот сам механизм навязывания, он, как бы вам так сказать, сам механизм навязывания, он связан с тем, что человек как бы обесценивает, обесценивает свою активность, обесценивает свои, значит, какие-то вот шаги и действия. И самое главное, он все это делает для себя. То есть человек это делает не для другого, а именно для самого себя. И именно отсюда вы чувствуете, что навязывает. Ну, потому что у вас есть строгое ощущение, да, у вас есть строгое ощущение, что вы все это делаете для себя. К сожалению. Ну, к сожалению, там, или, или, к счастью, там, да, это уже такая история, как бы. Ну, вот, то есть это, ну, такие нюансы здесь, ну, важные достаточно. Вот. То есть, постарайтесь вот на этот момент обратить свое внимание, что я навязываюсь. Я навязываюсь, значит, я хочу, ну, я хочу что-то для себя через, ну, человека получается. И вот это, на мой взгляд, на мой взгляд, это весьма важный, ну, весьма важный аспект, весьма важный момент. Хотя, ну, необходимо и это, ну, поисследовать несколько более подробно, конечно же. Дальше, я не знаю, что с этим делать. Что с этим делать, чтобы что? То есть, понимаете, вот, несмотря на то, что вы описали свою проблематику, вы, несмотря на то, что описали ее, вы так и не описали, чего вы хотите, что вам нужно. Понимаете? То есть, ну, что делать, чтобы что вы хотите. А это, вообще-то говоря, очень важный момент, потому что, если нет цели, если нет какого-то направления, да, какой-то направленности, если нет, то, как бы, ну, решить ситуацию достаточно проблематично. Вот. Мягко говоря, это невозможно, потому что нет, 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 стимула просто. У вас попросту нет стимула что-то делать. Вот. Дальше идем. Я это узнаю, но не могу поменять модель поведения. Поменять модель поведения на что? Парень очень заботливый, очень многоуделяет внимания, но, несмотря на то, что не влюблена в него, не могу отклеиться. Ну, он вам дает, я так полагаю, что-то. То есть, он вам дает что-то, в чём вынуждаетесь, вот. И, ну, как бы, из-за этого, из-за этого вы не можете, как вы говорите, ну, отклеиться от него. Вот. Ну, я так, по крайней мере. Я так думаю, по крайней мере. То есть, тут надо преследовать, что именно вы, что именно вы получаете от человека. Вот. Что именно он вам дает. Это, ну, вообще, достаточно важный момент. Как мне представляется, да, как мне кажется. Вот. Дальше. Он больше вкладывается в наши отношения, я так вижу на нем, даже не смотря на то, что он больше интересован в отношениях. Ну, я думаю, что в какой-то такой, вот, в основе вашего поведения лежит стремление к слиянию. Вот. Вот. Как вот мне эта ситуация, ну, как мне эта ситуация видится. Да, да. То есть, как бы, что в основе лежит именно вот стремление к слиянию, да, стремление слиться с... Человеком. Стремление. Именно стремление с ним слиться. Вот. Чем это связано? Ну, это, в принципе, может быть связано с обесцениванием, определенным обесцениванием себя, да. То есть, вот, себя обесценивать, ну, таким образом, как бы. Вот. И это, может быть, влияет. Вот. То есть, вы боитесь человека потерять, вы боитесь, что... Что человек уйдет от вас, вы боитесь, что вы останется одна, у вас там есть, ну, страх быть брошенной, например, да, и так далее. То есть, все это, ну, вот, такие вот достаточно серьезные основы. С другой стороны, поскольку вы описываете достаточно дисфункциональные отношения к всем отцом, вот, что... Ну, неизвестно, как вы, ну, как вы отреагировали и как вы, ну, восприняли вообще... Своё взаимодействие с ним, с отцом я имею ввиду. Вот. Поэтому это тоже надо бы, ну, надо бы исследовать, надо бы переследовать этот момент, потому что... Не все так однозначно может быть, как кажется, невероятно, что вы пытаетесь там что-то доказать, да, вы думаете, что... Ну, только-только таким образом, например, вы можете, там, не знаю, проявить любовь, ну, да, к нему, к такому человеку. Таким образом, только-только-только, таким образом вы можете в отношениях бывать, ну, часть из-за того, что ваши личные границы не уважались, вот, и так далее. Вариантов достаточно много осталось. Здесь многое, как бы, берет начало от того, как вы взаимодействуетесь, какие выводы, какой опыт вы вынесли из взаимодействия с вашим отцом, вот, и... Соответственно, насколько вам... Насколько на вас... Насколько сильно на вас это повлияло. Вот. Дальше. В последнее время не забраны близости бывают только я, чтобы доказать и подтвердить свою ценность. У нас у обоих друг у друга дружеская нежная любовь, человеческая страсть. Ну, неплохо. Ну, неплохо, когда здорово все неправильно, да и сама я это осознаю, это не это отношение как углубленных. Ну, а сколько вы вместе? Может быть, еще... Рано? Это первые мои серьезные отношения на нездоровье. Что для вас серьезные отношения, Мария? И... Для... Для чего бы вам они нужны были? Эти... Эти... Чтобы вы... Э... Э... Сами себе ответили на... Эт... 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 Вопрос. Вот. Потому что, извините, но... Есть ощущение, что... Э... Э... Отношения и их серьезность... Важнее для вас, чем... Там человек. Хотя я... Безусловно, могу... Здесь... Быть... Неправ, конечно. Дальше. Э... Так... Это... Так... Первые... Первое время я все время плакал после близости, когда мы были. Человек был ко мне очень внимательный, ласковный, как меня не обижал. Пытался выяснить причину моих слез и жалел меня. Может, это потому что я расслабился, нигде с острыми звездами. Мне просто не привычно, когда ко мне так хорошо относятся. Ну, этот... Э... 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 Мани, а вот вы сами... Э... Ну, вы сами... Как думаете... Э... Из-за чего вы плакали? Вот как вы думаете сами? Вот... Что... Ну... Что вы... Там... К примеру... Сувствовали, когда... Э... 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 Ну... Когда... Плакали. Вот... Какое у вас было ощущение, эмоции? Ммм... Переживания, какие были? Э... Ну... Постарайтесь как-то ответить на этот... На этот вопрос. Это... В общем и целом... Достаточно важная история. Потому что... Вы вроде бы говорите, да? Что вот... Я там... Плакала. Что у меня там вот... Ну... Если я... Э... Э... Чувствовала... Чувствовала... Э... Э... Ну... В общем-то... Э... 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 На мой взгляд... Э... Достаточно важны. Здесь. Э... Вот... Поэтому... Мне бы... Хотелось... Э... 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 Ну... Чтобы вы раскрыли этот момент... Несколько... Более... Более подробно. Вот... Э... Э... Дальше... Дальше... Так... Э... 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 Ну что-то... Непривычно... Так... Я хотел спросить... Также хотелось спросить... Почему... Молодая Шагарыч... Тому сложно... Дарь-ка-дарь... Чтобы я в него ничего не бросил... В том числе вы выбрали... Э... 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 Вы понимаете, конечно, что я имею ввиду, то есть вы выбираете мужчину, который обоценивает себя, в какой-то степени точно так же, как вы обоцениваете сами себя, который боится близости, по факту боится близости, к сожалению. Это человек, который боится близости, который обоценивается близости, который считает, что его могут использовать, вот, и так далее. И совершенно, на мой взгляд, неслучайно вы выбрали такого человека себе в отношении, да, совершенно, на мой взгляд, неслучайно. Потому что это человек отражает то, что вы сами чувствуете, ну, по отношению, например, к, там, по отношению к себе, допустим. Так что это вот такой достаточно важный, я бы сказал, момент. Вот. С другой стороны, обратите внимание, вы говорите, что у вас зависит от человека, что вы к нему липнете и не можете отлипнуть, а с другой стороны, вы лучше спрашиваете что-то про него, ну, фактически. И волей-неволей у меня к вам, ну, возникает вопрос волей-неволей. Одаёте ли вы себе отчёт в том, что это как раз такие повторения. Так как-таки повторения вот этого достаточно такого негативного сценария, связанного с зависимостью, грубо говоря. То есть понимаете это или нет, что вы опять уходите в привычную для себя модель поведения, к сожалению. Вот. И что, ну, как бы ничего хорошего из этого не выйдет, так что вы пытаетесь понять другого человека, да, вы пытаетесь именно вот понять, ну, другого человека, но не себя. Проблема в чём заключается. Вот. Поэтому, поэтому, обратите, пожалуйста, внимание на данный аспект, обратите, пожалуйста, внимание на данный момент, и вот определите цели, потому что, ну, пока что выглядит всё так, что особо вы, ну, не хотите, собственно, что-либо меня. Вот. Я вас не обвиняю в ни коем случае, да, то есть, то есть, то есть, как бы, ну, не хотите, не хотите. Право ваше. Вы, ну, вы и не должны, как бы, вот. Вот. Но если уж, если задаёте вопрос, да, если задаёте вопрос, да, если задаёте вопрос, то, ну, наверное, наверное, что это заботится, ну, цель, вот. А так, как бы, ну, без цели это можно очень далеко просто уйти, вот, можно очень, ну, очень, эм, в такие дебры, эм, ну, такие дебры, уйти достаточно, э, ну, достаточно серьезно. Вот, поэтому хотелось бы просто в этом направлении двигаться. Вот такой ответ Я могу вам дать, ну, опираясь, значит, на то, что вы рассказали, вот, на то, что вы сказали, вот, опираясь на ту информацию, которую вы дали нам. В принципе, наверное, все. Я думаю, можно закончить на этом. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вы для себя обязательно что-то новое, значит, увеличете из того, что, ну, из того, что я вам сказал. Вот. И хотелось бы, конечно, сказать, что, к сожалению, наверное, без психотерапии, да, здесь, ну, не обойтись, что зависимость, а любовная зависимость прорабатывается очень часто именно клинически. Вот. Такое тоже бывает, вот. Ну, там, в разных случаях, по-разному, можно и не через клинику работать. Ну, вот, достаточно в таких легких случаях. То есть, нужно постараться понять, определить, значит, ну, какая у вас непосредственно форма, да? Вот. То есть, именно вот, именно у вас какая форма зависимость, насколько форма завис... Тяжелая у вас. Вот. Вот. И, соответственно, соответственно, если можно, то постараться ее, значит, ну, вас освободить от нее именно вот через психотерапевтические методы. Это более чем реально сделать, это более чем возможно сделать, но для этого нужны ваши усилия. На мой скромный взгляд, для этого нужны ваши усилия. Вот. Ага. Вот. Ага. Вот, соответственно, то, что я могу вам сказать. Ну, пока что, опираюсь, да, на... Значит, на ту информацию, которую вы пытаетесь... опираюсь на то, что вы, ну, то, что вы написали. Вот. Ага. Такой вот ответ, ответ. Давайте. Ага. Закончим на этом. Ага. Я вам желаю всего самого доброго. Я надеюсь, что это было... это было... полезно вам. Вот. Удачи всего самого доброго. Вот. И, собственно, обращайтесь, если вам понадобится помощь. Продолжение следует...